всем хай наверно кто-то из вас сталкивался с такой проблемой когда горит значок airbag у меня этот значок появился после того как я отсоединял руль и забыл снять клемму теперь после проверки после чека она все равно появляется то есть вот она пропала потом снова появилась пожаловать на канал и железу спасибо что смотришь мое видео для таких случаев как у меня ошибка подушки безопасности придумали такую штуку как карсофт это самый бюджетный вариант для того чтобы продиагностировать свое корыто и сбросить необходимые ошибки если они такие есть более дорогие способы такие это как инпа дис они стоят очень много и я не знаю оправдают они своих средств или нет карсофт стоит копейки он продается либо на алиэкспрессе либо на любом интернет-магазине скорее всего еще они продаются и это самая удобная тема для сброса всех ошибок и диагностики в автомобиле также немаловажно что для подключения этого карсофта необходим компьютер со старым компортом поэтому придется его поискать чтобы подключиться компорт выглядит наподобие как вга только вга тырочки компорту штыри так называемый разъем папа главное не перепутать а это сам модуль диагностики карсофт версия 6 и 5 здесь мы подключаем ком порт здесь специальный разъем для компьютера автомобиля и выход на такой круглышок вот выглядит вот таким образом ком порт мы его вставляем в наш ком все закручиваем и приступаем диагностики вот наш блочок здесь на подключение у нас есть полумесяц который нужно попасть в разъем все когда мы попали в разъем у нас загорается лампочка говорит о том что появилось питание включаем зажигание ключ во второе положение чтобы загорелись и индикаторы непосредственно приступаем запуску карсофта я извиняюсь за мой монитор но в гараже другой нет смысла ставить вот так выглядит наша программка здесь можно стереть ошибки любые полную диагностику делаем проверяем какие проблемы у нас программа предлагает выбрать дизельный двигатель или бензиновый у меня 52 поэтому выбираем бензиновый все запускается процесс диагностики как проверить что блок карсофта соединяется с вашим автомобилем и все окей на компьютере этого недостаточно а это легко на самом деле на блоке карсофт есть индикация в тот момент когда он подключается к машине если видите к line 20 pin 20 моргает красным это значит что карсофт пытается посылать запросы на блок управления вот он дает запросы на компьютере пока что пишется что статус идентификации так выглядит ошибка видите не подключился значит приборки подключился дальше идет по очереди подключения ко всем блокам автомобиля программа очень капризная поэтому нужно подключаться несколько раз сейчас она все просканирует и я покажу результаты на этой машине я пытаюсь подключить за карсофтом первый раз и почему-то сименс он особо не прочитал но я решил нажать на кнопку стирания ошибок по airbag и мы видим что у меня пропал индикатор airbag то есть ошибка стерлась вот она появляется и тухнет сейчас попробую еще с абсом поиграться уточнить какая проблема теперь я понял в чем проблема у меня старая программа карсофт а я напишу что такого блока нету в базе данных но выдала вот такие вот ошибки сейчас будем пытаться их стереть так стирание ошибок заходим в раздел стирания ошибок и выбираем дм и если у вас бензиновый двигатель либо dd это если дизельный нажимаем происходит процесс инициализации мозга автомобиля когда статус поменяется на communication это признак того что соединение произошло успешно вот как сейчас все что у нас написано модулы raising completed все проблема с ошибками удалена теперь берем еще раз диагностику дм и и проверяем действительно ли прошли ошибки 214 818 такие ошибки могут быть если вы не сняли клемму аккумулятора и подключали некоторые датчики потом включили обратно они будут висеть в ошибках пока не сотрете на дорестайловой машине у меня был 94 год таких проблем особо не было датчик подключил обратно ошибка пропала сейчас мы видим что двигатель находится мозги двигателя в статусе ok ни одной ошибки и таким образом мы вытираем ошибку абс аэрбэк мы уже стерли остался абс тут очень важный нюанс у карсофта очень большие проблемы с подключением абс к любой машине для этого кто-то перепаивает кто-то ставит перемычки мне эти перемычки не помогли вот так выглядят эти перемычки я их заварил согласно схеме но они нифига не помогли и абс по-прежнему не диагностируется попробуем хотя бы ошибку стереть видимо она написала что модуль не отвечает и ошибки так понимаю не стерта сейчас пойдем посмотрим на приборку да как видим проблема с абсом осталось скорее всего значит либо какой-то датчик либо что-то другое произошло сейчас будем проверять дальше также можно будет скинуть oil inspection теперь мы будем скидывать функцию oil inspection заходим в спецфункции сброс сервисных интервалов обычный сброс программирование сброса то есть поддерживаются вот такие вот еще автомобили нажимаем обычный сброс и на приборке загорятся зеленые квадратики говорит о том что масса поменялась и можно кататься но к сожалению по абс у меня также постигла неудача не подключается очень плохо потому что у меня скорее всего проблем с каким-то датчиком хотелось бы понимать с каким так так что у нас еще можно здесь стереть можно управлять электрическими компонентами системы кстати открывать окна закрывать центральный замок то есть включать фонари в салоне это все делается через карсофт тоже также есть параметры в реальном времени естественно они ни у кого практически не работают но попробуем кстати также можно сбросить адаптации если у вас стоит прошивка чип чиповка чип обязательно скидывать адаптации это сбрасывается корректировки топливные то есть если у вас большой расход либо вы поменяли какую-то лямбду там какой-то датчик который отвечает за смесь лучше сбрасывать делать сброс вот такой вот выглядит в реальном времени попробуем подключиться к мозгу и запустить тачку и о чудо на рестайловом автомобиле на сименсе заработали параметры пойдем попробуем запустить тачку запускаем наш пепелац я вижу что на экране появились значения да действительно появились значения значит 742 оборота температура антифриза 73 впускаемый воздух а что тут еще можно посмотреть а ну давайте глянем у меня до этого ни разу не работало угу сигналы впрыска лямбда дроссельная заслонка в режиме ожидания а а лямбда у меня активно запущены а а ст обороты ваннас позднее зажигание еще один важный момент после того как двигатель чуть поработал заходим опять делаем диагностику мы стерли ошибки и если что-то по-прежнему неисправно они снова появятся как видим все окей значит ошибок нет не а не а а а а